Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На первом месте по значимости стоят для жизни, для жизнедеятельности клетки стоят белки. Я еще раз приведу цитату из Энгельса. Он назвал «Жизнь способом существования белковых тел». То есть это говорит о том, какую огромную роль в жизни и жизнедеятельности клетки он придавал именно белкам. Но в общем-то сейчас ничего не изменилось. С времен Энгельса ничего не изменилось в этом мнении. Хорошо. Я успела вам рассказать в прошлый раз о структуре вот этих всех четырех видов биополимеров. Я привела их в мономеры. Когда мы говорим о биополимерах, то имеется в виду, что они состоят из отдельных звеньев, которые называются мономерами. Нет, вы не сильно много пропустили. Мы обычно даем небольшой допуск. Ага, Мария. Хорошо. Хорошо, что слушатели друг другу помогают. Ничего страшного, что вы опоздали. Здравствуйте. Мы с вами говорили, мы даже с вами небольшой тест завершающий провели на предмет усвоения этих каких-то элементарных знаний. Мы с вами выяснили, что мономерами белков являются аминокислоты. Мономерами дукулиновых кислот являются аминокислоты. Мономерами углеводов являются моносахариды. И чаще всего самый распространенный моносахарид – это глюкоза в природе живой. И жиры состоят из соединений, из сложных эфиров, жирных кислот и трехатомного спирта глицерина. Ну, какие-то элементарные органические знания, конечно, вам нужны. Вот если вы будете сдавать биологию, если вы вообще хотите ее как-то изучать, это совершенно является необходимостью, потому что биология изучает живую природу, а вся живая природа с неизбежностью совершенно в себя включает органические вещества. То есть она базирует именно на деятельности органических веществ все свои функции. Все свои функции. Так, хорошо. Значит, мы с вами совершенно не… Да, ну, во-первых, я о функциях вам рассказала только белков, как наиболее важных компонентов клетки, да? Ну, давайте немножечко сейчас остановимся на функциях всех остальных биополимерных соединений. Вы перед собой держите тетрадочку, и какие-то вещи вам обязательно надо будет записывать. Потому что что-то я выкладываю на презентацию, в основном, все-таки, презентация – это какие-то иллюстративные материалы. Или вот как сейчас у нас здесь выложен слайд, это тот план, по которому будем дальше с вами двигаться. Значит, ну, давайте сначала начнем с нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты – это вещества, которые хранят наследственную информацию. Мономерами нуклеиновых кислот являются нуклеотиды, мы с вами об этом уже говорили. Самая распространенная нуклеиновая кислота – это дезокси-рибонуклеиновая кислота. Запишите, вот как она расшифровывается. ДНК – это ее аббревиатура. И расшифровывается она дезокси-рибонуклеиновая кислота. Дезокси-рибонуклеиновая кислота – практически весь ее запас содержится в ядре. Есть специальные структуры, расположенные в ядре, которые выполняют функцию хранения и передачи наследственной информации. Они называются хромосомы. Немножечко сегодня о них поговорим, но только очень немного, потому что более подробно о функциях хромосом, рибосом, митохондрий, хлоропластов. Будем говорить, видимо, на следующем занятии. Хорошо, значит, вот функция нуклеиновых кислот – это хранение и передача наследственной информации. Ну, а кроме того, есть еще одна нуклеиновая кислота в организме, в наших клетках, это рибонуклеиновая кислота. Просто РНК, рибонуклеиновая кислота. Их там несколько вариантов существует, РНК. И они все нужны, они все участвуют, задействованы для синтези толков. То есть вот это совершенно необходимые структуры, которые есть в любой клетке, какой бы уровень этой клетки ни был. Следующее – это жиры. Жиры. Ну, жиры состоят из глицерина, трехатомного спирта и жирных кислот. Вместе они образуют соединения, которые называются сложным эфиром. И к жирам у нас как-то в последнее время принято относиться очень неодобрительно. Как-то мы с ними боремся все время. Почему-то это считается только женской проблемой, хотя и у мужчин тоже на есть. Значит, жиры – это, кроме того, что они нам доставляют, когда есть в избытке в нашем организме, очень много неприятностей и эстетических, и психологических, и неприятностей, связанных со здоровьем, с нездоровьем, с разными болезнями. Жиры – это совершенно необходимые компоненты в любой нашей клетке. Ну, во-первых, первая функция жиров – это структурная функция. Давайте записывать будем функции жиров. Это структурная функция. То есть все мембраны, а у нас мембран много в клетке, это и клеточные мембраны, и ядерные мембраны, и есть большое количество мембранных органелл или органой. Да, кстати, вот с этим термином хотелось бы разобраться. Органеллы или органоиды, по сути, это синонимы. Но достаточно давно, несколько десятков лет, в общем-то, в ходу было слово «органоиды». И вот это слово сохранилось в тех учебниках, которые были выпущены, которые были воплекованы 20, 30, 40, 50 лет назад. А там и слово «органоиды» используется очень широко. Ну, собственно говоря, вот как сейчас используется слово «органелла». Сейчас как-то, я не знаю, с чем это связано, но вот в современных учебниках там встречается слово «органелла». Если вы будете, ну, наверняка вы будете работать с интернетом, с сайтами, всевозможными, биологическими, медицинскими, психологическими, то если вы встречаете слово «органелла», то это значит, что источник, ну, достаточно старый. Это не значит, что он устаревший, просто он старый. Если вы встречаете слово «органелла», то, соответственно, это что-то такое свежее, не так давно написано. Ну, может быть, 10 лет назад, может быть, 15 лет назад. Вот так вот. Просто, чтобы у нас было понимание тех терминов, о которых мы уходим в своей речи профессионально. Итак, в те мембраны обязательно включают в себя два слоя липидов. Да, два слоя липидов. Или жиров. Прошу прощения по домашнему заданию. Оля, вы тоже тогда потом скажете, хорошо, давайте. Вы скажете, а потом я скажу, добавлю какие-то вещи попозже чуть-чуть. Когда еще соберет кто-то, кто сейчас отсушкует. Так, хорошо. Дальше. Кроме вот этой структурной функции или пластической функции, как угодно ее можно назвать, жиры выполняют еще очень серьезно запасающую функцию. Запасающая функция жиров заключается в том, что у нас большие накопления жиров практически в разных местах. Но наибольшее скопление жиров у нас подкожные жировые клетчатки. Она так и называется, подкожная жировая клетчатка. Жиры образуют жировые капсулы некоторых органов внутренних. Я говорю про человека и про животных. Ну, например, вокруг почек они образуют жировую капсулу. Они откладываются в большом количестве у северных животных в разных частях тела. Они накапливаются в растительных клетках, поскольку они там тоже какой-то запас образуют. Значит, почему жиры? У нас запасы белков очень незначительные. Очень незначительные они, конечно, есть, но они очень ограничены и жестко лимитированы. У нас есть небольшие запасы углеводов. Они тоже лимитированы. Они тоже строго лимитированы. Есть они и в животных организмах, но их побольше, конечно, в растительных организмах. А жиров накопление идет безграничное. То есть если мы что-то едим, принимаем с едой в избытке, то в любом случае этот избыток либо белков, либо углеводов, либо жиров переходит в форму жиров. И вот уже жиры могут накопливаться совершенно бесконечно. Никогда организм не будет терять все питательные вещества, которые он в себя вобрал. Это слишком роскошно, это слишком неэкономно. Всегда организм будет что-то запасать на черный день. Поэтому границы накопления жиров в нашем организме нет. Поэтому если мы что-то едим в избытке, то надо понимать, что это в виде жира отложится в нашем организме. И не расходим вот эту энергию. Дальше жиры. Вот эти вот прослойки жировые между тканями, эти прослойки, которые образуются под нашей кожей в виде жировой клетчатки, они выполняют функцию термоизоляции. Если мы говорим о животных с постоянной температурой тела, например, млекопитающие и птицы, это классы, которые обладают постоянной температурой тела. Если мы возьмем человека, то мы прекрасно знаем, что температура нашего тела составляет примерно 36,6. И эта температура у нас поддерживается, независимо от того, в какой среде мы живем. Значит, вот ее надо как-то сохранять, ее надо как-то сберегать. И вот этим как раз занимается у нас прослойка жиров, которая предохраняет нас от избыточной потери. Жиры участвуют, активно участвуют в обмене веществ. Есть так называемые жировые, жиростворимые витамины, которые, во-первых, образуются в прослойке жировой, во-вторых, они там запасаются, они там хранятся. Ну вот основные функции жиров я вам перечислила сейчас. Есть, конечно, еще какие-то, но более мелкие. Хорошо, углеводы. Полимерные формы углеводов, ну это, например, крахмал, это, например, гликоген. Гликоген, это мы называем его животным крахмалом, потому что он по формуле и по структуре немножечко напоминает крахмал. И крахмал и гликоген, они состоят из одного и того же мономера. Этим мономером является гликоза. Там немножечко по-разному развивляются эти цепочки. К углеводам относятся целлюлоза. Целлюлоза, она составляет основу клеточных стенок. Или ее называют растительной клетчаткой. Целлюлоза или растительная клетчатка. Значит, какие же функции выполняют углеводы? Ну, во-первых, сразу понятно, что они выполняют очень важную структурную функцию, в частности, в растениях. То есть из них состоит оболочка растительной клетки, которая придает какую-то жесткость самого растения и позволяет ему тянуться вверх к солнцам, а не стелиться там, где он образовал. Во-вторых, некоторые структуры и в животных организмах тоже образованы, конечно, гораздо в меньшей степени, тоже образованы из углеводов. Есть, например, такие слизистые вещества, которые выделяются всеми слизистыми животными, которые в основе своих имеют углеводное происхождение. В частности, такое вещество, которое образует слизь, называется муцин. Прямо сразу запоминайте это вещество, это название. Муцин – это слизь, которая выделяется, любой слизистый человек, в частности. Ну а главная функция углеводов – это, конечно же, функция энергетическая. Значит, дело в том, что глюкоза, она очень легко окисляется с выделением энергии, и эта энергия идет на образование АТЭ, нашего универсального макроэго, который в своих химических связях запасает большое количество легко доступной энергии. Ну вот мы пробежали сейчас по всем биополимерам, мы немножечко вспомнили белки. Вот я сейчас хочу вам быстренько поставить тот простой текст, который как-то поможет нам усвоить. Спасибо. Я как-то, видно, не на то нажала. Сейчас она включена. А я не вижу, где авоз. Вот органические вещества. Хорошо. Итак, вот это вот вопрос номер один, да? Я чувствую будут сохранять дополнительные инстанции. Так, у нас 7 абитуентов сейчас. Да, что же, Дюм. Совершенно верно. Вот пока что я не вижу ни одной ошибки, все ответы совершенно верно ответили. Еще 4 человека у нас осталось? Да, у нас 7 абитуентов сейчас, да. 7 человек. Может быть, кто-то не был. Нет, я вижу здесь фамилии знакомые все. Пожалуйста, я вас попрошу всех отвечать на этот тест. Он несложный. Да. 4, да, совершенно верно. Елена, 4 человек у нас осталось. Вы потом скажите, как будете переключать, ладно, чтобы я успела сохранить? Да, 4, 5. 5 человек. Еще двоих мы ждем. Кто у нас там остался? Просто для нас важны результаты. Нет. Хорошо, еще последний человек, пожалуйста. Угу. Так, и я сохраняю, ладно тогда, ну, дополнительно, на всякий случай, ответы их? Да, конечно, надо сохранить, потому что у нас, вот, вот, все. Все, спасибо, сейчас, все, я сохранила, можно на следующий вопрос переключать. Следующий вопрос, пожалуйста, аминокислота, это мономер, чего? Читаем, отвечаем. Читаем, отвечаем. Смотрите, вам здесь в чате пишут, что они не знают, куда открывать. Это, да, 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 это мы все на перерыве, скажем, или в конце занятия, когда будет, да, я вам почту свою кину. Так, все, все ответили, или последний человек остался? Седьмой человек, давайте подождем уже, седьмой человек, с этим человек участвовали в первом вопросе, пусть, пожалуйста, уже в втором вопросе. Поучаствуют во втором. Так, да, сейчас, вот, к сожалению, сейчас девять человек, видно, перезагружается или еще что-то? Там девять человек? Пропал у нас один десятый, видно, перезагружается или еще что-то? Ну, раз, два, три, четыре, 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 четыре. Ну, давайте, сохраняйте тогда. Все, я сохранила, да. Сохранили? Да. Следующий вопрос. Пожалуйста, нуклеотид, мономер, чего? Да нет, вроде-то. Чего да нет? Да нет, там написали, тест виснет. А, да-да. Ну, может быть, он виснет на компьютере вот этой девушки. Ну, у меня пока нормально он идет, но это тоже, конечно, от интернета все зависит. Ну, да, интернет все зависит. Еще три ответа. Угу. Два. Еще два человека ответить должны. Так, еще один. Молодцы. Последний человек остался. А, вот как раз у Ольги Седова, да, вот, спасибо, Оля. О, хорошо. Следующий вопрос я осталась, да? Да, конечно, я осталась. Следующий вопрос. Ну, что из себя представляет первичная структура ВНК? Да, да. Так... Еще три человека. Ага, все, два. Сейчас, Володя, подсчет зачет. Угу. И последний человек. Или все у нас тут... А, нет, все, да, Володя? Семь. Три, четыре, шесть. Да, Володя, и все. Так, и пятый. Елена Ефимовна, вас не слышно. Еще раз. Ага. К какому классу химических веществ относится экспериментка? Угу. Последний вопрос. Да, последний, пятый. Так. Семь, хорошо. Семь, все, да? Сейчас там еще... Да, я копила, сейчас я еще скачаю, вот вы, когда последний там... Ну, можно закончить тест или все, все у нас? Закончить тест и сделать какое там вы мне сказали? Во-во, вот, сохранить Excel-отчет. Видите, сейчас я скачаю тоже себе. Тут написано создать Excel-отчет. Нет, тут сохранить. Ну, вы нажали, там скачать будет отчет. Ну, мне надо его... О, нажать, да? Да, нажмите. Скачать написано. Хорошо. Да, вот нажмите скачать и все, да, я тоже скачала. Вот видите, вы сейчас видите ваши результаты. К сожалению, один участник на одном вопросе, он выпал из теста, не смог ответить. Вот. Вот видите ваши результаты. Здесь есть три человека со стопроцентным результатом. Это Кашечкин, это... Я правильно ударение поставила? Кашечкин или Кашичкин? Ну, ладно. Это Петров Сергей и это Фесилова Морея. Да, и Кашичкин. Хорошо, спасибо. Стараюсь запомнить. Так, значит, я закрываю это, да? Да. Все молодцы. Мы возвращаемся снова к нашей презентации. И мы уже идем дальше по неорганическим веществам. Но мы с вами помним, что органические вещества – это основа любой клетки живой. Да, кстати, вот это еще картиночка, которая для нас тоже была бы хорошим напоминанием. Давайте сейчас очень быстренько посмотрим. Здесь четыре типа клеток есть, да? Вот первая клетка. Что это такое? Пожалуйста, в чате быстренько пишите сейчас все. Первая клетка. Каким организмам она принадлежит? Каким организмам она относится? В чате, в чате. Клетка под номером один. Вот то, что я сейчас здесь... Да, конечно, 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 животное. Эукариотическое животное. Так, клетка под номером два. Это что? Это прокриот. Совершенно верно. Это у нас что такое? Тоже прокриот. Совершенно верно. А чем отличаются клетка под номером два и клетка под номером три? Чем они... Я не вижу здесь, какая здесь цифра. Здесь четыре, да? Оля, вот здесь вот четыре цифра. Какая тут цифра? Да-да-да. Вот эта вот цифра, вот тут вот четыре, вот это вот. Значит, чем отличаются клетка под номером два и под номером четыре? Пожалуйста. Четыре-четыре, совершенно верно. Чем они отличаются? Это прокриоты, да. Но какая у них, в чем разница есть? Ну, это... Совершенно верно. У клетки под номером два есть органы, которые способствуют ее передвижению, перемещению. Есть и реснички здесь нарисованы, и льгутики здесь нарисованы. Так, хорошо. А вот эта вот клетка у нас под номером три, это что за клетка? Да. Растительная. Конечно, это растительная клетка. Это хорошо, что мы этот материал запомнили, и мы дальше двигаемся. Двигаемся дальше. Значит, вот, теперь мы переходим с уровня соединений на более низкий уровень, на уровень элементов химических. Ну, химические элементы – это то, что составляет основу таблицы Менделеева. То, что составляет основу таблицы Менделеева. Там у нас отдельные элементы. Каждый элемент имеет свое обозначение, каждый элемент имеет свой вес в единицах специальных. Каждый элемент имеет определенное количество электронных орбит, определенное количество электронов и так далее. Ну, и, конечно же, каждый элемент, когда он образует соединения, он проявляет какие-то совершенно статистические и отдельные только для него характерные функции. Итак, значит, ну, в живой клетке у нас по разным источникам, я искала по разным источникам, по разным источникам мы можем встретить, что живая клетка включает от 70 до 90 химических элементов. От 70 до 90 химических элементов. Дальше, что еще можно сказать про живую клетку? Вообще, в живой природе есть такая особенность, которой нет в природе неживой. Это то, что для живой природы очень характерно наличие большого количества органических соединений. Эти органические соединения, они состоят в основном из вот этих вот четырех элементов. Значит, это углерод, это водород, это кислород и это азот. И вот эти вот элементы, они составляют большую часть от массы любых живых существ. Подождите, я хочу все-таки, чтобы у нас прошел этот вот стикер, которым я обозначаю. Итак, каждый элемент играет свою роль, каждый элемент входит в состав каких-то определенных соединений и выполняет свою функцию. Значит, все элементы делят на три группы. Во-первых, это макроэлементы, которые составляют основную часть жизни, основную часть от массы клеточной. Во-вторых, это микроэлементы, которые составляют примерно 1% от массы. И в-третьих, это ультрамикроэлементы, которые совсем мало составляют в организмах и животных, и растениях. Значит, ну, первая группа макроэлементов, это те элементы, которые входят в состав органики. Мы их все с вами знаем, их надо запомнить. Это углерод, это водород, это кислород и это азот. Вторая группа, так называемые микроэлементы. Это элементы, которые очень нужны для жизнедеятельности клеток, но которые нужны в очень небольших количествах. Вот все вместе они составляют приблизительно 1%. Суммарная их часть весовая, это приблизительно 1%. Значит, ну, зачем же нужны эти элементы, вот эти вот микроэлементы? Микроэлементы на сегодняшний день – это вещи очень хорошо изученные. У нас сейчас имеются такие точные методы анализа, которые позволяют выявить этот микроэлемент, выявить его количество в живой клетке и установить, какие функции он выполняет, где он задействован, к каким он соединениям подсоединяется для того, чтобы выполнять свои функции и так далее. Ну, еще, конечно же, их изучают в плане их источников в нашем питании. Итак, вот эти вот микроэлементы, вы их все видите здесь, да? Они имеют разные функции. Ну, вот, например, кальций. Напишите, пожалуйста, в чате. Вы наверняка точно знаете, кальций, где он принимает участие, где он нужен обязательно. Пожалуйста, напишите вот сейчас в чате, чтобы я увидела, что мы понимаем друг друга. Кальций. Да, конечно, конечно. В организме человека, в организме животных он, конечно же, нужен в костях. В костях, в зубах, безусловно. Ну, кроме того, там еще он много функций очень выполняет, но в костях его максимальное количество содержится. Хорошо. Ну, а в живой клетке он тоже нужен. Он входит в состав клеточной оболочки. Конечно, не столько, сколько это органические вещества, которые ее образуют. Но, безусловно, он там тоже используется. Хорошо. А зачем нужен железо? Железо очень активно используется в животных организмах, в частности, в жидкой ткани, которая называется кровь. Что там железо делает? Кто знает? Пожалуйста. Почему-то я пропала. Вот она я. Да, конечно, конечно, все-все, молодец девочка, которая все знает. Железо входит в состав гемоглобина. Совершенно верно. И переносит кислород. Конечно, правильно. Совершенно верно. Ну, и вот остальные микроэлементы, они тоже выполняют какую-то совершенно свою необходимую функцию. Большинство из этих микроэлементов, это далеко не полный перечень, их гораздо больше. И я здесь выписывала те, которые на слуху, и те, которые, в принципе, наверное, все могут знать. Значит, большинство этих микроэлементов, они являются активными, они образуют активную часть разных ферментов. Без которых сам фермент, он не может полноценно работать, не может выполнять свои функции. Дальше третья, третья группа элементов химических, которые называются ультрамикроэлементы. То есть их совсем мало в клетке вживой. Вот мы видим, что такое количество процентов на них суммарно приводится. Ну, у некоторых этих ультрамикроэлементов известны функции. А у большинства функций их еще неизвестно. Ну, например, вот этот вот элемент, йод. Наверняка многие из вас знают, какие функции выполняет йод в нашем организме, в организме животных. Пожалуйста. В чате пишите быстренько. Йод в организме животных. В чем он участвует? Что без него невозможно? В образовании чего участвует йод? Конечно, конечно. Он участвует, он принимает участие в структуре гормона щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы. Без йода они не полноценны, они не работают. Да, гормон щитовидкин. Вот это вот у нас пример взрыва на атомной станции, который произошел в марте 2011 года в Японии. И этот взрыв, он очень сильно изменил состав, очень сильно изменил состав атмосферы. Ну, во-первых, локально это резко изменилось, но в конце концов, поскольку воздушные массы перемещаются по всему земному шару, то, конечно же, эти изменения достигли самых отдаленных широт, самых отдаленных стран, континентов, далеко расположенных от Японии. Значит, это пример того, что не только какие-то изменения в земной корее, не только какие-то землетрясения, какие-то природные катаклизмы меняют наш минеральный состав нашей окружающей среды. Это пример того, что на состав нашей окружающей среды минеральной действует и антропогенная деятельность, то есть деятельность человека, которая связана с высокими технологиями. Дело в том, что все, что есть в клетке, мы получаем, нашу клетку попадает из окружающей среды. Но частично большую часть этих веществ мы получаем с питанием, какую-то часть этих веществ мы получаем с дыханием, какую-то часть этих веществ мы получаем через кожу, некоторые вещества проходят через кожу, резерпционно. Ну вот, в частности, фокусима, она очень серьезно повлияла на уровень, сначала на уровень окружающей среды загрязнений всевозможных, а потом это неизбежно совершенно отразилось и на минеральном составе всех живых организмов. Ну, неизбежно совершенно тех живых организмов, которые проживали в этом регионе, ну а потом опосредованно как-то оно пришло и к нам, и в более отдаленные от фокусима места. Так что надо понимать, что деятельность человека сейчас носит очень большой вклад и в состав, в том числе, его минеральных веществ в его организме. Вот это вот таблица, которая у нас устанавливает, это далеко не все, далеко не все у нас здесь вещества, элементы приведены химически, но она устанавливает какие-то соотношения между химическим элементом и той функцией, в которой он участвует. Ну вот мы видим, вот те вещества, которые мы отнесли к макроэлементам, да, они принимают, они входят в состав органических веществ. Те элементы, которые мы привели в составе макроэлементов, они образуют органические вещества. Кальций, ну совершенно верно, вот вы и говорили, что кроме-кроме костной ткани, они еще участвуют в свертывании крови, они еще принимают участие в распространении нервного импульса, если мы о животных говорим. Вот они образуют раковины моллюсков, так дальше. Магний – это элемент, который необходим для процесса фотосинтеза. Ну, железо, да, это мы все знаем. Марганец участвует в процессах дыхания, тоже фотосинтез участвует. Ну вот это вот таблица, которая, содержание которой надо приблизительно знать. Мы будем эти моменты использовать в тесте, поэтому, пожалуйста, как-то вот некоторые вещи. Либо перепишите, либо сделайте, либо сканируйте сейчас это, да. Можете как-то снять, сфотографируйте. Ну и йод, который необходим, который участвует в синтезе гормонов щитовидной железы. Я буквально вот на 10-15 секунд задержусь, чтобы вы смогли это все себе сохранить. У нас будет сегодня тест, который будет проверять наличие, который будет проверять знания, усвоение знаний по минеральным веществам. Так, дальше идем. Дальше? Хорошо. Ну вот это вот у нас распространение органических веществ и разных продуктов питания. Мы знаем, что углеводистая пища – это хлебобулочные изделия. Углеводы в большом количестве содержатся и в фруктах, и овощах. Но там углеводы более медленные, нежели чем в сладких изделиях. И в хлебе из муки высшего сорта. Белки у нас традиционно образуют группу животных продуктов. Это, во-первых, мясные продукты, рыбные. Это птица, мясо и рыба. Это молочные продукты. Вот видите, здесь изображен сыр. Жиры – это яйца, которые тоже относятся к продуктам животного происхождения. Ну и жиры. Жиры – это масло растительное и сливочное масло. Это колбаса. Колбаска очень много разных жиров животного происхождения. Так что вот, когда мы употребляем это всё, надо понимать, что, какие вещества мы в свой организм закладываем. Пойдёмте дальше. Дальше мы с вами сейчас будем разбирать клетку, из каких частей она состоит сначала, а потом пробежимся немножечко по органеллам. А прежде чем мы с вами затронем материал о клетке, давайте-ка сейчас проверим усвоение знаний ваших по минеральным элементам клетки. Итак, пожалуйста, соберитесь мыслями. Вспомните, есть вот материал, о котором мы сейчас говорили, и пойдём. Итак, первый вопрос. Элементы, составляющие более 90% от общей массы клетки. Как они называются? Так, 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 так. Пожалуйста, ещё два человека. Прошу всех ответить. Двое человека. Елена Ефимовна, вы меня слышите? Тут два человека у нас выпало, к сожалению, так что у нас пять как раз ответов должно быть, если что. Хорошо, копируйте тогда. Всё, я скопировала, всё, можно на второй вопрос переходить. Следующий вопрос. Журеза относится к такой группе, к макроэлементам, к микроэлементам или к утромикроэлементам? Так. Ещё два ответа. Четыре. Ага, один ещё. Всё, молодцы, молодцы. Отлично. Никто не сделал ошибки, всё понятно. Следующий вопрос. Функции, выполняемые Йодом. Какие функции Йодом выполняем? В организме. Так, ну-ка, пять у нас, да? Всё, копирую, вроде бы, всё. Да, пять, всё правильно. Всё скопировала. Следующий вопрос. Вы скопировали? Да-да-да, я всё скопировала. Функция кальция. В чём состоит функция кальция? Раз, два, три. О! Всё, пять, да? Всё, как быстро вы достали. Молодцы. Следующий, последний вопрос в этом тесте. Химический состав живой клетки, от чего он зависит? От чего зависит, от чего там живых клеток? Так, 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 и... Ну, не только, там же есть... Ну, все. Пока что трое человек все сделали одной... О, четвёртый человек тоже эту ошибку повторила. Нет. Пять, вроде бы, да? Нет? Пять. Да. Всё, давайте я сейчас отчёт скачаю. Закончить тест. Вы закачаете или мне? А, ну, давайте, вот, сейчас... Не, я сейчас скачаю себе, и вы можете себе закачать. Ну, понятно. Я скачала. Спасибо. Всё, можете закрывать. Дальше там, да? Да. Так, тест надо убрать. А где у нас кемпетрация? Сейчас она у нас вернулась, наверное, ага. Да-да. Всё, а развернулась уже сейчас, да? Всё, всё, развернулась, теперь всем видно, да? Всем видно. Хорошо, хорошо. Всем всё видно, замечательно. Так, ладно. Итак, вот мы видим клетку. Ну, во-первых, сразу я не буду вас спрашивать, вы это всё знаете. Это клетка, конечно, растительного организма. Мы это сразу можем определить, во-первых, потому что есть большая центральная вакуоль, и потому что здесь есть органеллы, которые присутствуют только в растительной клетке. Эти органеллы называются флоропласты. Они выполняют функцию фотосинтеза. Значит, вот любая клетка, если мы говорим об эукариотической клетке, состоит из трёх обязательных частей. Ну, во-первых, это ядро, во-вторых, это мембрана, может быть, надо было начать с мембраны. Это мембрана. И, в-третьих, это у нас цитоплазма. И, в-третьих, это цитоплазма. Ну, давайте пойдём по частям разбирать. Значит, ну, вот это здесь то, что я сказала, из чего она состоит. Это мембрана цитоплазмы ядро. Здесь вот изображена мембрана. Здесь изображена мембрана, и мы видим, что она состоит, во-первых, из двойного слоя жиров. Это не видно, когда я не отчёркиваю всё, я поняла уже, да? Значит, вот это вот у нас один слой липидов или жиров, а это вот у нас другой слой липидов или жиров. То есть обязательно двуслойность липидных слоёв, она присутствует в любой мембране. Сейчас, прошу прощения. Кроме того, здесь ещё в любой мембране имеются белки. Вот мы видим такую большую молекулу белка, мы видим здесь какие-то вкрапления белковых молекул. Белки не расположены так регулярно, но они выполняют очень важные функции, без которых мембрана вообще-то обходиться не может. Значит, белки, они образуют избирательность мембраны, избирательную прониктаемость её. Есть некоторые вещества, которые проскальзывают через мембрану легко и просто, а есть некоторые вещества, которые должны пройти через мембрану из окружающей среды, попасть внутриклетки, но пройти либо из своих размеров, либо из своей гидрофильности через слой жиров, они не могут. И тогда вот у нас подключаются белки, которые в прикреплённом виде активно переносят вот это вещество внутриклетки, снаружи внутриклетки переносят. Значит, белки очень серьёзную функцию выполняют, функцию переноса, функцию переноса разных веществ, которые должны быть в клетке, из окружающей среды. Кроме того, белки выполняют функцию рецепции, то есть они формируют какие-то ощущения, которые ложатся на эту мембрану. Ну, давайте дальше пойдём. Вот это схема мембраны, клеточной и любой другой мембраны, которая есть в клетке. То же самое, что я уже сказала. Вот это вот у нас один слой липидов, это другой слой липидов. Так, схематично изображены жирные кислоты, а это схематично изображена молекула глицерия, а это у нас жирные кислоты. А это вот у нас молекулы белка. Это молекулы белка, которые осуществляют активный транспорт веществ. Дальше. Клеточная мембрана. Клеточную мембрану называются иногда плазмолемой, и то и другое, в общем-то, это синонимы. Вот вы видите, ой, поспочит, я заехала. Вот ровненько сейчас подчеркну. Клеточная мембрана выполняет очень важные функции. Ну, во-первых, это структурная функция. То есть структурные функции выполняет вообще мембрана, просто мембрана. Значит, у нас много органоидов, образованных мембранами. Очень много мембранов органоидов. Мы к этому придем сейчас, там у меня таблетки есть. Во-вторых, это барьерная функция. Барьерная функция состоит в том, что проницаемость мембран, она очень избирательна. Какие-то вещества они в клетку пропускают, какие-то вещества они в клетку никогда не пропускают. То есть у них есть какой-то контроль на входе, кого пропустить, а кого оставить, кого сдержать. Дальше регуляция обменных процессов. Регуляция обменных процессов как раз заключается. Во многом заключается в том, что те вещества, которые нужны на данный момент в клетке, мембрана пропускает. Те, которые не нужны на данный момент в клетке, которые в избытке находятся, она не пропускает. Рецепторная, но это то, о чем я говорила. Рецепторная функция выполняется белками мембраны, которые формируют ощущения. И транспортные, которые воспринимают какие-то либо химические вещества снаружи, либо какое-то, если мы говорим уже о животных, прикосновение, обоняние, у нас это тоже химическое чувство и так далее. И транспортная функция. Транспортная функция, она связана с тем, что многие мембранные органеллы, когда мы будем о них говорить, мы увидим, что они транспортируют внутри клетки какие-то вещества, которые должны переместиться из одной части, где они были синтезированы, в другую часть, где они будут использованы. Ядро клетки. Ядро клетки состоит из этих четырех обязательных компонентов. Во-первых, это ядерная мембрана. Ядерная мембрана, она состоит из двух мембран. Если клеточная у нас одинарная мембрана, то ядерная мембрана, она состоит из внутренней части, из внутренней мембраны и наружной мембраны. Между этими мембранами есть очень узкое пространство, которое заполнено полужетким матриксом. И вот эта ядерная мембрана имеет в себе поры. Это достаточно сложно устроена структура, и через эти поры тоже осуществляется некоторая контроль веществ на обходе. Что-то можно пустить в ядро, что-то нельзя пустить в ядро. Вот здесь у нас такой тоже очень строгий контроль, еще более строгий, чем на входе в клетку. Ядерный сок. Ядерный сок аналогичен с этаплазмой клетке. Называется он кариоплазма, в отличие от этаплазма. То есть то полужидкое содержание, в котором плавают органеллы ядра. А из органелл какие у нас есть? Во-первых, это хромосомы. Хромосомы видны только в делящиеся клетки. А обычно они находятся в клетке, в той клетке, которая синтезирует какие-то вещества, нарабатывает какие-то вещества. Они находятся в дестерализованном состоянии. И поэтому они не видны под микроскопом. Дестерализованные хромосомы обрагают так называемые хромотиды. Нити, из которых состоят, собственно говоря, уже потом хромосомы. И ядрышки. Одно или несколько ядрышек обязательно находятся в ядре. Заметьте, что мы сейчас говорим только об эукариотических клетках. То есть о клетках высших организмов. Так, дальше пойдем. Ну вот это вот у нас ядро. Вот обратите внимание на мембрану, о которой я только что говорила. Значит, у него есть наружная мембрана, есть внутренняя мембрана. Есть поры. Это такие отверстия, которые формируют сюда транспорт внутрь ядра каких-то веществ. И каких-то веществ из ядра в цитоплазме. Ядрышка. Вот это вот схематично. Это схема у нас. Это не фотография, не рисунок какой-то художественный. Это просто схема. Значит, ядрышка – это структура, которая находится в ядре. Ядрышка может быть одной, их может быть несколько ядрышек. Но всегда количество ядрышек в ядре, оно видоспецифично. То есть оно одинаково у особи одного вида. Ну, практически всегда. Значит, функция ядрышек – это формирование рибосомных субъединиц. А функция хроматина, вот хроматин – это нити ДНК, организованная специальными белками. Функция хроматина или ДНК – это хранение и передача на средственную информацию. Так, дальше. Цитоплазма. Цитоплазма – это полужидкое содержимое, в котором плавают все органеллы. В котором плавают все органеллы клетки, и они выполняют именно цитоплазмы, они выполняют свои основные функции. Основное вещество цитоплазмы называют киолоплазмой. Этот термин вы как-то себе тоже запоминайте, записывайте. И не забывайте ввести терминологический словарь. Когда вы прорабатываете материал каждого занятия, вы должны выискивать там какие-то термины, которые были либо в устной форме сказаны, либо написаны в презентации. И обязательно этот термин записывать себе в терминологический словарь, находить его определение в разных местах. И на основании вот этих разных определений как-то изложить свое собственное осмысленное определение, для того, чтобы это не было просто копированием тех знаний, кто что-то произнес, а для того, чтобы эти знания наполнились для вас в смысл. Бессмысленные знания – это все равно, что кассета, все равно, что запись на магнитофонной ленте или на пластинке, виниловой или какой-то другой, она не играет никакой роли ни в нашей жизни, ни в вашей, ни в чьей. Итак, вот органеллы. Органеллы у нас могут быть разные. Ну, во-первых, органеллы могут иметь мембранное строение, во-вторых, эти органеллы могут не иметь мембранного строения. Вот это те органеллы, которые есть практически во всякой клетке, которые выполняют очень важные функции. Ну, есть, конечно, различия все-таки от клетки к клетке, от организма к организму, но практически эти органеллы или органоиды, они выполняют основополагающие жизненные функции клетки, поэтому без них обойтись очень трудно. Или что-то их заменяет. И есть органеллы, которые выполняют какие-то специальные функции. Далеко не у всех организмов они есть, и далеко не всегда они нужны. Ну, вот миофибрилы, сразу могу сказать, это те структуры, которые имеются у животных в мышцах. Это к мышцам привязаны. Реснички и жгутики – структуры, которые задают какие-то двигательные реакции. Ну, например, жгутики и реснички, они есть у многих микроорганизмов. Например, у типа простейших есть большое количество и жгутиконосов, и с ресничками организмов каких-то. Например, на футуре. И реснички, и жгутики, они встречаются и в высших организмах. Например, у человека есть клетки, которые имеют жгутики у себя. Что это за клетка? Пожалуйста, давайте-ка вспомним. Пожалуйста, напишите, как называется клетка, которая имеет жгутик. Эта клетка имеет половые различия. У какого-то пола она есть, у какого-то пола ее нет. Как она называется? Пожалуйста. Клетка, которая обладает подвижностью, имеет жгутик. Да, совершенно верно. Так, хорошо. Может быть, кто-то вспомнит. Ну, может быть, просто кто-то знает. Какие клетки, опять же, в нашем организме имеют реснички? Может быть, кто-то вспомнит. Но пока вы вспоминаете, я хочу сказать, что тонны фибрилы и нейрофибрилы – это структуры, которые укрепляют разные клеточные структуры. Эпители, совершенно верно. Кошечкин Илья. Да, наверное, он… Вот, наверное, вы, Илья, имеете какое-то отношение к медицине, может быть, к биологии. У вас знания гораздо более глубокие. Так, хорошо. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Ну, вот это вот у нас клетка, да, и мы видим, что в цитоплазме имеется большое количество разных органелл. Они разные и по структуре по своей, по строению, но, конечно же, они разные по функциям. Дальше пойдем. Значит, вот у нас таблица, которая для нас определяет тот перечень органелл, который мы с вами будем выбирать. Одномембранные, плазмолемы – это клеточная мембрана и так далее, да. Мембранные, двумембранные, то есть там двойная мембрана образуется. И немембранные – это рибосомы, клеточный центр и хромосомы, то, что мы обязательно должны рассмотреть. Дальше пойдем. Итак, вот это вот у нас схема митохондрии. Схема, на мой взгляд, очень неплохая, очень удачная. Вот мы здесь видим, что, во-первых, у нее мембрана двойная, что есть наружная мембрана, есть внутренняя мембрана. Мы видим, что на внутренней мембране имеются выступы такие, да, которые называются квисты. И мы видим, что здесь большое количество рибосомы внутри митохондрии. А кроме того, вот что мы здесь видим, так мы видим здесь клецевую молекулу ДНК. Вот эта вот структура молекулы ДНК, она всегда для нас связана с какой-то информацией, с какой-то наследственной информацией. Эта наследственная информация, она нам диктует структуру строения всех белков в нашем организме. Значит, мы сразу можем сделать вывод о том, что митохондрии способны сами себя воспроизводить. Разве есть наследственный материал, разве есть рибосомы, то это значит, что они могут сами себя воспроизводить, то есть размножаться. Это вот у нас, это у нас хлоропласт, это структура зеленых растений. Здесь расположен хлорофил, тот пигмент зеленый, который улавливает энергию солнечного света, который использует эту энергию для того, чтобы запасти, вот эту энергию перевести в энергию химических связей, и образовать органические вещества. То есть вот единственный процесс на нашей планете, который идет с образованием органических веществ, это процесс фотосинтеза. И этим фотосинтезом занимаются зеленые растения. Мы будем об этом говорить подробно, поэтому эту структуру мы будем изучать. Так, вот это вот у нас комплекс Гольджи. Видно, что это структура тоже мембранная. Мы сейчас идем по мембранным структурам. Видно, что эта структура тоже мембранная. Комплекс Гольджи, он называется по имени ученого, который открыл его Гольджи, с большим буквами пишется. И вот видно, что состоит этот комплекс Гольджи из таких цистерн, уплощенных цистерн, которые всегда, когда мы какую-то емкость имеем, это значит, что там ее что-то наполняет, что-то там в ней запасается, что-то в ней сохраняется на какое-то количество времени. И еще есть пузырьки, которые тоже относятся к комплексу Гольджи. Из этих пузырьков формируется лизоосома. Дальше пойдем. Да, функция комплекса Гольджи заключается в том, чтобы секретировать, накапливать и выделять какие-то вещества. Какие-то вещества, которые нужны либо клетке для выполнения функции, либо которые нужны вне клетки, если это мы говорим о многоклеточном организме, в частности, в эндокринных железах образуются гормоны. И не только в эндокринных, образуются и в экзокремных железах, тоже много чего. Но гормоны образуются только в эндокринных железах. Гормоны – это вещества, которые привязаны к эндокринным железам. Вот это мы с вами видим эндоплазматическую сеть. Это мы с вами видим эндоплазматическую сеть. Хорошо. Значит, ну эндоплазматическая сеть у нас бывает двух видов. Гладкая и шероховатая. Гладкая и шероховатая эндоплазматическая сеть. Ну, здесь мы с вами видим эндоплазматическую сеть, шероховатую. Вот вы видите большое количество гранул на мембране этой сети. Значит, ну, вообще сама по себе сеть эндоплазматическая, ее называют эндоплазматической сеть или эндоплазматический ретикулум. Ретикулум – это в переводе с латинского языка, это то же самое и обозначает сеть. Значит, что такое эндоплазматическая сеть? Это система трубочек, микроскопических трубочек, которые формируют транспорт разных веществ по всей клетке. Ну, кроме того, что по ним движется то, что должно переместиться из одной части клетки в другую часть клетки, в них что-то еще синтезируется. Ну, вот в частности на шероховатой эндоплазматической сети синтезируется белок. Белок у нас синтезируется на рибосомах. Мы сейчас о них будем говорить, мы еще не говорили о них, да? Белок синтезируется на рибосомах. И вот эти вот рибосомы, они могут существовать и вне этих трубочек микроскопических. Они могут существовать просто, в сутоплазме находиться. Но когда они прикрепляются к мембране эндоплазматической сети, они начинают работать гораздо более быстро и более эффективно. Поэтому, когда нужен быстрый синтез и накопление какого-то количества белка, то тогда вот эту функцию выполняет шероховатая эндоплазматическая сеть. А что делает гладкая эндоплазматическая сеть, которая лишена такого огромного количества рибосом на своих мембранах? Она синтезирует углеводы и она синтезирует липиды. Вот разница очень серьезная. Лизосомы. Лизосомы мы с вами видели в виде пузырьков около комплекса Гольджа. Мы их с вами видели отчетливо, да? Они отшнуровывались от этих пузырьков. Это пузырьки, вот здесь написано все. Написано строение, какое лизосомы имеют. И написано, что в них внутри находится. Лизосомы происходят от латинского слова «лизис». Лизис – это растворение, расщепление. Ну, понятно, что в лизосомах содержатся те ферменты, которые будут расщеплять какие-то крупные биополимеры. Давайте с вами сейчас сразу запишем название фермента, прощепляющих белки, жиры, углеводы и нуклеотиды. Общее название. Потому что, когда мы будем говорить уже конкретно о переваривании пищи нашей, там будут к разному отделу пищеварительной системы, будут привязаны разные другие, с другими названиями ферменты. Но общее название давайте сейчас запишем. Пожалуйста, приготовьте ручки, тетрадочки и записывайте. Этого нет в презентации, это вам надо знать обязательно. Итак, ферменты, которые расщепляют белки. Белки у нас протеины. Протеины – это общее название белков. Ну, спартиины очень часто употребляют протеины. Вы знаете, да? Значит, вот ферменты, расщепляющие белки, называются протеазы. Протеазы – это их общее название. Хорошо. Дальше. Белки, расщепляющие… Ферменты, прошу прощения. Ферменты, расщепляющие липиды, формируются точно так же. Прибавляется суффикс «аза» к корню слова «липид». Значит, липазы – называются ферменты, расщепляющие липиды. Ферменты, расщепляющие нуклеотиды, нуклеиновые кислоты, называются… Нуклеиновые кислоты – это полимеры, питающие нуклеотиды, называются нуклеазы. Нуклеазы – это ферменты, расщепляющие нуклеиновые кислоты, полимерные. И ферменты, расщепляющие углеводы, называются амилазы. Общее название ферментов, расщепляющих углеводов, называется амилазы. Ну вот функции лизоосомы, а зачем они все это делают? Вот, пожалуйста, здесь функции все указаны. Ну, во-первых, они выполняют какие-то пищеварительные функции. Если мы говорим уже о пищеварительных системах в животных организмах, или если мы говорим о пищеварении в растительных организмах, в растительных клетках, то, безусловно, лизоосомы выполняют пищеварительные функции. Дальше у нас клетка, ее разные структуры, ее органелла, ее разные части активно работают. Они активно работают, и, как всегда в работе, организм, также и часть клетки, она устаревает. И функции ее снижаются. Ну и тогда вот, тогда вот отработавшие какие-то органеллы, отработавшие вещества, они разрушаются лизоосомы именно. Ну и разрушение каких-то органоидов клетки, которые тоже отработали свой срок, и уже функцию выполняют свое неуспешно, неудачно, неэффективно. Вакуоль. Ну, вакуоле, такие большие, крупные вакуоле, имеются только у нас в растительной клетке. Животные тоже они есть, но они мелкие, и они совершенно необязательный компонент клетки, в отличие от растительной клетки. Теперь мы перейдем с вами к немембранным органеллам или органоидам. И вот мы с вами видим рибосому. Рибосома – это структура, чрезвычайно сложно устроенная, и выполняющая чрезвычайно важные функции в нашем организме. Рибосома у нас формирует, рибосома проводит биосинтез белка. Биосинтез белка. То есть именно белки, как основа жизни биологической, образуются все целиком на рибосоме. Для этого используется ответственный материал, конечно, для этого используется структура ДНК, и мономеры, из которых будет скроется молекула белка. Мономерами белка являются аминокислоты. Вы все показали, что вы это знаете, потому что мы можем найти знание вашей уверенности опираться. То, что мы знаем хорошо и отчетливо, на это знание будем опираться. Хорошо. Значит, вот рибосома, она состоит из двух субъединиц. Вот смотрите, вот это большая субъединица, это большая субъединица, а это малая субъединица, а это малая, честно говоря, не пишется. Малая субъединица. А это вот растущая цепочка белка. Это то, что потом в дальнейшем из этой первичной структуры сначала формируется вторичная, потом третичная, а потом это все свернется в глобулу, и будет уже белок, который будет работать, выполнять свои функции. Причем функции у белков совершенно разные. А это вот у нас мембрана эндопазматической сети, на которой рибосома эффективно выполняет функции по биосинтезу белка. Скажите, пожалуйста, вот мы только что с вами разбирали органоиды, которые есть в ядре, что там в ядре синтезирует, образует субъединица рибосомы. Пожалуйста, пишите в чате. Какие органеллы или органоиды ядра? Что там, я не поняла. Что-то такое интересное было записано, а я пропустила. Да, конечно, ядрышка. Конечно, ядрышка. Даже не вопрос. Ядрышка – это тот, та органелла, которая синтезирует субъединица рибосомы. Клеточный центр. Клеточный центр у нас – это структура, которая участвует в делении клетки. Вот посмотрите, пожалуйста, из каких чего она состоит. Клеточный центр, он состоит из двух центреолей, которые, в свою очередь, состоят из микротрубочек. Там эти трубочки собираются в триады, и они расходятся. В целом, вот эти трубочки называются центросомой или клеточным центром. Клеточный центр – это можно назвать по-другому центросома. Эти центреоли расходятся при делении клетки к плюсам клеточным, и между ними натягивается так называемое ахроматиновое веретено. И к этим ахроматиновым веретинам по экватору прикрепляются уже оформленные хромосомы. А вот это мы с вами дошли до хромосомы. Это мы с вами дошли до хромосомы. Хромосома – это структура очень важная. Хромосома, она является носителем всей информации, которая есть о нас, о наших структурах, о наших качествах. Даже иногда некоторые психофизиологи находят хромосомы, которые отвечают за какие-то личностные качества, которые связаны с проблемами совести. Например, у кого-то есть совесть, у кого-то нет совести. Вот иногда ученые считают, что наличие или отсутствие совести, его возможность вообще этой совести, возможность того, что она у человека будет, заложена где-то в хромосомах, в каком-то гене, который является участком молекулы ДНК. Значит, вот смотрите, вот это общая схема, такая простенькая схема хромосома. Значит, у нее есть центромера, центромера – это вот эта перетяжка, где у нас раскручиваются хромосомы, и здесь образуется их перекрест. У нас есть хроматида. Каждая хроматида – это… Сейчас я по счету, но не видно. Каждая хроматида, она образует вот одну такую вот часть хромосомы. У нас есть короткое плечо и длинное плечо. Значит, обратите внимание, вот у хромосомы есть плечи. Это их части. Это то, что можно увидеть во время деления, ну, чаще всего это видно на метафазной пластинке. Это одна из стадий метоза. Они спирализуются, эти хромосомы закручиваются, утолщаются, и мы их четко совершенно можем рассмотреть под микроскопом. И видно, что каждая хромосома, она имеет какую-то свою структуру. Разное количество плеч, разная длина этих образований, разное расположение центромера, ну и так далее. В общем, разные размеры и разное строение хромосомы. Это то, что их отличает друг от друга. А основу хромосомы составляет, во-первых, ДНК, ДНК, это основа наследственной информации. Там записано все о наших белках и о наших качествах, как я уже сказала. Ну а кроме того, организацию такую вот без оксилебно-клиновой числоты создают белки. Без них никуда ничто не денется, ни один органоид, я уже говорила вам, без белков никогда не образуется. Белки, которые входят в состав хромосомы, называются гистоны. Вот эти вот гистоны, они формируют, как-то упаковывают эту молекулу ДНК и образуют вот эту всю структуру. Дальше. А вот это вот я для сравнения привела хромосомный набор человека и хромосомный набор дрозофила. Дрозофила, меланогастр, это мушка, которую мы называем по-русски дрозофила, плодовая мушка дрозофила, которая является излюбленным объектом генетических исследований. У нее очень небольшое количество хромосом, смотрите, раз, два, три, четыре. Каждая хромосома, она всегда бывает в паре. То есть одна хромосома у тех организмов, которые имеют половое размножение, одна хромосома идет от мамы, другая хромосома идет от папы. Оба родителя, они вносят свой равномерный склад развитие этого организма. То есть своим генетическим материалом они обмениваются, они как бы его смешивают. Значит, вот у дрозофилы у нее всего-навсего четыре пары хромосом. Поэтому изучить их легко и просто, и у нее есть какие-то четко жречимые признаки, цвет брюшка, количество разных усиков, волосинок и всего остального, по которым достаточно легко их отличить. А вот у человека, обратите внимание, вот это вот у нас набор хромосомный человека. Значит, у человека, кто может сразу сказать, какой двойной набор у человека хромосом? Напишите, пожалуйста, цифру, в чате. Не надо считать здесь, их очень долго все пересчитывать. Двойной набор хромосом 46 человек. 46 хромосом. Да, безусловно. Совершенно верно. 46 хромосом в хромосомном наборе человека. То есть 23 пары. 23 пары. Значит, смотрите, пожалуйста, вот когда мы... Сейчас, я вернусь назад. Когда мы говорим о вот этих хромосомах, которые называются аутосомы, то есть те хромосомы, которые наличидают в любой абсолютной клетке именно в том проличестве, в котором они здесь есть. Значит, тут у нас эти хромосомы достаточно легко отличимы, и мы все их видим. А вот эти вот хромосомы называются... Эти хромосомы называются как? Часто напишите, пожалуйста, как называются вот эти хромосомы две. Вот эти две хромосомы. Как они называются? Половые, конечно, это половые хромосомы. Значит, они отличаются по... У разного пола их разные. Они разные, да? Итак, вот то, что здесь приведено, х и у, это у нас какой пол задает, если у нас есть х хромосом и есть у хромосома, то какой это пол образуется при таком сочетании? Х и у хромосома. Какой пол? Мужской, да, конечно. А женский пол будет состоять из двух х хромосом. Вот у нас эти две хромосомы расходятся по клеткам, по половым клеткам. Вот в отличие от всех клеток соматических или клеток нашего тела, от любая клетка нашего тела содержит одинаковый набор вот этих вот соматических хромосом. он всегда двойной. Любая половая клетка содержит только одинарный набор хромосом и либо Х, либо У хромосома. Значит, у нее есть одинарный набор из всех этих соматических хромосом, да, аутосом, и есть одна из половых хромосом. Одна из половых хромосом. И какая будет содержаться в клетке, это зависит от какого пола, от мужчины или от женщины. Кто у нас несет разные хромосомы? Мужчины, конечно. То есть пол ребенка зависит от мужчины. Безусловно. Вот мы с вами в этом разобрались. А тут вот я привела разное количество двойных наборов, то есть диплоидных наборов у домашних животных. Ну, у человека, у макаки, у домашних животных, у лабораторных животных. У лабораторных животных двойной набор 8, то есть у нас всего 4 парных хромосомы, и, соответственно, двойной набор будет всего их 8. Количество хромосом в ядре клетки это вещь видоспецифичная, то есть у разного вида количество хромосом может очень сильно отличаться. И это не говорит ни о сложности, ни о простоте этого вида, это говорит просто отличительной особенности его клетки. Смотрите, пожалуйста, самое большое количество из того, что здесь приведено у коровы, гораздо больше, чем у человека, у курицы. Поэтому сравнивать по количеству хромосом человека с курицей мы не можем. И с коровы тоже. Обратите внимание, мы считаем, кто умнее, собака или кошка? Как вы считаете? Кто умнее? Кто может похвастаться интеллектом более высоким, собака или кошка? Я тоже считаю, что собака, но некоторые любители кошек говорят, что кошка. Некоторые говорят, что кошка. Но вот посмотрите, насколько у них различается количество хромосом. я думаю, что не так сильно, что, простите, а то, что вы так много себя пересислили, ничего страшного. Ничего страшного. Почему у нас сместилось это все? Не поняла я. А то количество хромосом, насколько они различаются, это совершенно не свидетельство разницы в их интеллекте, в их возможностях, в их приспособлениях. Мы это понимаем. Так, хорошо. А теперь давайте-ка с вами небольшое задание выполним. Давайте сейчас посмотрим, найду. Это схематическое изображение клетки с разными органеллами, клеточными. С разными клеточными органеллами. Посмотрите внимательно и давайте с вами я буду задавать вопрос, а вы в чате будете писать ответ. Что у нас под номером 1? Пожалуйста, ответ в чате пишите. Да, 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 но раз один написал, не ядро, ядрышко. Под номером 1 у нас ядрышко, а под номером 2 что? Ядро, да. Ну, можно сказать, что это ядерная оболочка, а можно сказать, что это ядро. это какая-то картина слишком символическая, но ничего другого, чтобы не было надписи, я не нашла. Так, хорошо, что у нас под номером 5? что у нас под номером 5? Да, какая ЭПС? У нас два разных вида ее. Это пазматическая сеть какая здесь? Шероховатость, совершенно верно, не вопрос. А что у нас под номером 8? Это слишком сильная стилизация, но все-таки, наверное, можно понять. Номер 8, что такое? гладкая, совершенно верно, да, вопрос вы поставили правильно, потому что это, конечно, стилизация, но видно, что соединяется она с этими трубочками, и видно, что она совершенно гладкая. По внешнему виду она все-таки напоминает. Что у нас под номером 6? Вот это. Да, комплекс кольжи, конечно. Это не вызывает вопроса, комплекс кольжи, по-моему, это без вопроса. Скажите, пожалуйста, где у нас, под каким номером у нас митохондрия? Да, да, 9, конечно, 9. А под каким номером у нас клеточный центр, центросома? Да, все нашли. Скажите, пожалуйста, а на что похоже у нас, а что у нас под номером 1? Номер 1 тут, что это? Да, а скажите, пожалуйста, на что похоже вот то, что у нас под номером 4, под номером 12, под номером 10? Давайте их всех скопом объединим как-то. Оболочка это где? Не поняла. 11, нет, это не оболочка, это плазма. Сейчас, одну секундочку. Ну, да, 7, действительно, это оболочка в этом рисунке, но не совсем понятно, поэтому я про оболочку даже спрашивать не стала. Хотя, вот если мы смотрим вот эту вот блеклую такую, да. Итак, что у нас под номером 4 вместе с номером 12 и вместе с номером 10? На что это похоже больше всего? Пожалуйста, что это структура? На лизосому похоже, конечно. Еще на что? Еще на какие мембранные органеллы? Рибосомы нет. Рибосомы это не мембранные органеллы. Рибосомы вот у нас показаны в шероховатой эндоплазматической сети, а в топлазме они не показаны даже. Лизосомы, конечно, да, это мембранные органеллы. А еще на что похож? Что еще может быть это? Есть в растительной клетке, есть и в животной в мелком варианте таком. Только что мы о ней говорили. В растительной клетке даем подсказку, там содержится одна большая обычно, там содержится клеточный сок. Да, в коле, конечно. Ну, еще бывают всевозможные отключения, пузырьки всевозможные, которые содержат какие-то жидкости, которые могут содержать какие-то может быть допускные вещества питательные. Хорошо, ну вот видите, мы с вами справились с этой клеткой. А, это мы вновь начало перешли. Так, одну секундочку, у меня еще был там еще был один тест. Сейчас, одну секунду, у меня сегодня было три теста. Органический год. Вот он тест, который относится к органеллу. Ну, смотрите, мы с вами разобрали очень хорошо органеллу, мы вспомнили. Давайте теперь тест простенький проведем. Структура в ядре, образующей рибосомы. Ответ. Должны быть пять ответов. Что? Должны быть пять ответов. А, да, пять человек участвуют. Да, сейчас, что-то у меня немножечко давит, так что, сейчас, секундочку. Не переключаем вопрос, если что. Ничего на душе. Так. два человека. Так, еще один человек. Кажется, все, Елена Ефимовна, все? Пять? Все, Елена Ефимовна, вас не слышно? Да? Нет, вас не слышно. Но, кажется, все, пять человек ответила. Можно на следующий вопрос переключать? Нет, вас не слышно. А, сейчас слышно? А, вот сейчас слышно, да. Здорово. я просто включаю, выключаю микрофон, для того, чтобы установить звук. Следующий вопрос. Угу. Пожалуйста, читаем вопрос и вариант ответа. Угу. Я поняла, что такое. Что это такое? Вы же поняли? А это, вы знаете, это бывает сами что-то ответы глючит. глючность теста. Но они все видят правильно, должны. Компьютер видит правильно ответ, нет? Компьютер, да, 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 ну, вот, да. Смотрите, какое разнообразие. Хорошо, так все, копируете? Я копировала, да, можно переносить. Следующие. Пожалуйста. Так. Какая виситка, лицо на сутки. Да. Метаходрина, либатолами немножко на другую обратную. И последний человек. Так, спасибо. Копируете? Да, копировала. Следующая, дальше. Пожалуйста. Я думаю, что есть все просто. Да. Да, да, да. Угу. Все, вроде бы пять, да? Вот, обратите внимание, то, о чем мы говорили в самый последний момент, оно зато, это законы Бенгалкина, да? Угу. Когда у нас запоминается то, что в начале было, и то, что в конце было. Так. Да. И последний ответ. Спасибо. И под коммент. Да, все закончится, я скачаю отчет, ага, сейчас. Ну, вот смотрите, у нас один человек дал стопроцентный результат, это встретила Маша. Вот, действительно, человек очень хороший подход. Так, здесь все. Угу. да? Так, дальше. Дальше, дальше, давайте я, наверное, уже сейчас не буду им так за этот фильм стоять. Я сейчас хочу послать фильм один, который вы будете, с которым вы будете работать дома. Я вам сейчас адрес высылаю. в этот фильм. Презентацию можно выключать? Да, презентацию можно выключать. Угу. Все хорошо. Да, и я вам в конце вышлю презентацию, которая сейчас была у нас на занятии, так что не убегайте сразу, и скажу про то, куда отсылась задание. Да, еще я должна несколько слов сказать, во-первых, по заданию. Вот это я вам выслала фильм. Этот фильм, ну, несколько слов я должна сказать, чтобы все поняли, о чужействе. Этот фильм у нас, он где-то, он довольно длинный, он где-то почти полчаса. Полчаса, пожалуйста, не смотрите все. Там большая информация на поиске, она очень важная для вас. Не смотрите его сразу подряд. Останавливайте, отдыхайте какое-то время, чайку, кофейку попейте, походите по комнате, а потом еще раз вернитесь и продолжите его уже. Я сформулирую ряд вопросов именно по этому, именно по этому фильму я сформулирую ряд вопросов, на которые вы будете отвечать дома. Значит, это будет задание. Второе задание, будут два задания. Второе задание, это будет таблица, форму которой я вам вышлю, с которой вы будете работать. Вот мы сейчас с вами провели тест, который был относительно простой по органеллам, но там единственный человек не сделал ни одной ошибки. Это у нас было пять вопросов, и этот материал мы только что обговаривали. Только что проговорили весь этот материал, мы проверили это на картинке без надписи клетки, то есть вы могли закрепить эти знания. Поэтому эти знания, в общем-то, как показал тест, у вас очень неустойчивые. А чуть пройдет какое-то время, вы вообще их потеряете, вы их забудете полностью. Поэтому я для вас создам простую таблицу, где перечислю все в одном столбце, я перечислю все органеллы, которые есть в клетке, которые мы с вами сегодня обговаривали, мы практически все проговорили, но за исключением подробностей про хлоропласты мы очень вскользь сказали. И там будут следующие столбцы, кроме названия, там будут особенности строения, где они находятся, ну, либо в ядре, либо в стоплазме, либо в животной клетке, либо в растении, у нас есть какая-то разница в углу. Вам надо будет поработать с этим материалом. И еще один столбец будет говорить очень коротко об их функциях. Ну, например, синтез белка, синтез АТЭ, теление клетки, вот так же коротко, как у нас сейчас звучало это в этом нашем тесте. Пожалуйста, с домашними заданиями обязательно работайте. Если вы не будете прилагать каких-то усилий по работе с этим материалом, то этот материал, поверьте, он очень далеко от вас уйдет. Вы забудете, у нас насладится какой-то другой, какая-то другая информация, и пройдет какое-то время до вступительных испытаний, и этот материал весь у вас потеряется. Я понимаю, что вам сейчас интересно, вот мы здесь общаемся, мы достаточно успешно общаемся. Мне нравится, какую активность вы проявляете. Это хорошая активность, но мне не очень нравится, что далеко не все из вас все-таки высылают выполненные задания. Вот сегодня, на сегодняшний день, по прошлому занятию у нас выслали задания, готовые только два человека. Только два человека. Мы их не проверяли, потому что задания были действительно очень простые. Сейчас задания усложняются, сейчас задания будут все сложнее и сложнее. Я буду вам высылать какие-то видеоматериалы, по которым вы будете работать, отвечать на вопросы, вы будете составлять схемы, вы будете составлять таблицы. Пожалуйста, работайте с этим совсем. Я сейчас поговорю с Бронисом Броневичем и попытаюсь какие-то понять, какие преференции вы будете иметь те из вас, которые выполняют задания, которые регулярно их высылают. Значит, Оля вам даст тем, у кого нету адрес, вы, пожалуйста, передайте свои адреса Оле, чтобы у всех все было, чтобы вы получали своевременно ту информацию, которую должны получить и чтобы мы получали от вас своевременно ту информацию, которую мы должны получить о вашей работе, самостоятельной работе, потому что дистанционное обучение, дистанционное образование, оно подразумевает не только активность на занятиях, это очень хорошо, что вы активны, это прекрасно, она подразумевает все-таки, оно подразумевает все-таки и серьезную самостоятельную проработку этого материала. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь к интернету. Перед вами интернет, он все возможности предоставляет, только надо находить какие-то сайты более достоверные, более истинные, и надо у себя выращивать профессиональную интуицию уже. Если вы избрали профессию психолога, будущую, ну, большинство из вас, наверное, так и хотят поступать на психологический факультет, будете обучаться дистанционно, но, по всей видимости, по профессии психолога, значит, ну, интуиция в данной ситуации знала, куда... Да, нет, вопросы по фильму я сейчас сформулирую, и завтра перешлю Ольге, а Ольга уже вам перешлет с таблицей вместе, с таблицей, с вопросами, это будут два задания по завершению сегодняшнего занятия. Так что вот профессиональная интуиция психологу, для психолога это вещь совершенно необходимая. Надо понимать, где правда, где ложь, что истинно, что неистинно, и как-то вот надо разные просматривать сайты, надо в разные места заходить, чтобы все-таки как-то для себя понять, каким можно пользоваться с полным доверием, каким вообще лучше не пользоваться, а каким сайтам можно что-то брать у них, что-то не брать у них. В общем, вот эта вещь необходимая. И пожалуйста, задания выполняйте. И пожалуйста, продолжайте ходить на наши занятия и проявлять такую же хорошую активность, как вы проявили сегодня. Я буду очень довольна, а с Бронисом Броничем я на эту тему поговорю отдельно. Все тогда. Оля, значит, вы дальше ими занимаетесь? Да, я вот выслала вам, запомните, пожалуйста, мой адрес, да, вот вопросы какие-то, может быть, у вас будут по предметам, да, может быть, что-то не поняли, что-то хотите, может быть, еще послезить, вы мне отсылайте, я отошлю их Елене Ефимовне, если что, все, что это по заданию и так далее. Да, так что, вот, спасибо, Мария, спасибо, Никита, что прислали мне свои адреса, я про вас написала Вон Саганевичу, вот, так что, и ваши адреса сохранила, так что вам все должно прислаться, или что, пишите мне, если вы там за несколько дней не получите задание, вы мне напишите. Да, еще, еще одну секундочку, вот, что я хотела добавить, что те, которые по какой-либо причине не могут присутствовать на занятиях, конечно, они очень теряют в интерактивности, потому что у нас какие-то вопросы мы здесь, я задаю, вы отвечаете прямо в чате, то есть у нас есть какой-то обмен мнениями, но если по какой-либо причине вы не смогли прийти на занятие, присутствовать на нем лично, да, ну, просматривайте, смотрите этот материал, потом записи, и все равно задание выполняйте, то есть задание надо обязательно выполнять, либо вы были здесь лично, либо вас не было, вы просматривали потом эту записи. Посылайте Ольге, и она будет потом их собирать, мы с ними будем работать, мы будем какие-то свои мнения формулировать, да? Да, Елена Ефимовна, вас тут спрашивает Мария, о следующем занятии, я думаю, тоже в среду, да? Да, в среду 8 часов, мы теперь закрепили этот день и это время, и если что-то будет вдруг у меня меняться, я обязательно вас посажу, и вам спасибо тоже, у вас замечательный результат, Мария, ну все тогда. Все, надеюсь, все презентацию получили, все презентацию получили, скачали, так что всем удачи, готовьтесь к следующему занятию, ждем ваших домашних заданий. Спасибо большое. Спасибо.